Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! В начале некоторые темы этого выпуска. Очень заразный и плохо лечится. Кто и где может бесплатно привиться от кори? Земельный спор длиной в 7 лет. Громкая история борьбы за 4 метра между жильцами частного дома и владельцами автосервиса закончилась. Какой финал? Белокуриха, Лебединое озеро, Егоревский и Романовские районы. Сколько туристов отдохнуло на Алтае за новогодние праздники? Итак, жители края, желающие поставить прививку от кори, могут вакцинироваться в поликлинике по месту жительства, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения. Прививка положена тем, кто не был вакцинирован ранее. Напомним, в крае зарегистрировано 4 случая заболевания кори. Это болезнь, которая очень заразна и довольно тяжело переносится. По национальному календарю прививок от кори прививают дважды в детстве. В год и в 6 лет. И в принципе, бесплатная прививка положена всем гражданам России до 35 лет. Во взрослом возрасте бесплатная вакцинация полагается тем, кто не был вакцинирован прежде и не переболел корью в детстве. Одной вакцины хватает на 10-12 лет. Однако, отмечают в самом Минздраве, прививка не дает 100% защиты от кори. Даже вакцинированный человек может заболеть, но перенести ее должен в легкой форме. У некоторых людей в силу каких-то определенных обстоятельств внутри человека иммунная система дает сбой. И титр-антител падает. Он не в ноль уходит, он просто падает. Он становится ниже защитного титра. И вот эти люди, они могут действительно у нас заболеть. У нас эта тенденция отмечалась при всех случаях регистрации кори. Но это были единичные случаи. Лица, которые контактировали с заболевшим корью, вправе поставить прививку дома. Для этого им нужно просто вызвать врача. Люди старше 35 лет, да и в принципе все желающие, могут вакцинироваться платно. Цены в частных клиниках варьируются от 600 до 1000 рублей. Медицинские работники региона начнут получать социальную выплату. Она положена медикам первичного звена здравоохранения, районных, участковых больниц, а также сотрудникам на станциях скорой помощи. Новая выплата введена постановлением правительства с этого года. Известно, что ее предоставлением займется социальный фонд. Планируется, что первые зачисления за январь поступят врачам в конце февраля. Размер выплаты от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от категории медицинских работников. Отметим, что самим медикам не нужно никуда обращаться. Реестр работников, имеющих право на материальную поддержку, будет подаваться медицинскими организациями. Если медицинский работник не получит уведомление на портале госуслуг о том, что ему эта выплата назначена, значит, прежде всего нужно обратиться в медицинскую организацию свою. А представили ли они реестры? Потому что выплата пройдет только в том случае, если реестр будет представлен. Если реестр будет представлен с ошибками, а такое тоже возможно, то тогда тоже выплата не пройдет, пока не будут устранены ошибки в реестрах. Лучевое облучение меньше, а качество снимков лучше. Таковы особенности нового цифрового рентген-диагностического комплекса, который появился в Барнаульской поликлинике номер 7. По словам врачей, он позволит ускорить процесс получения рентген-снимка и повысить число ежедневных исследований. Первые пройдут уже в конце января. Подробнее в сюжете Марии Мацаевой. Теперь снимок переходит не на рентгеновскую пленку, как раньше, а на электронный файл, который ни врач, ни пациент уже точно не потеряют. Результат будет храниться в базе данных долгое время. Но самое главное, на цифровом рентгене снимок не нужно проявлять. Это более быстрое изображение. То есть можно получить, оно уже на экране выводится менее чем через минуту. Нет необходимости ходить его проявлять. То есть была отдельная комната проявочная, там были растворы, нужно было закупать, проявители, фиксажи. Лаборант это все проявлял вручную. Соответственно, потом это все на пленке мы смотрели. Ну, как стандартный рентген. Просветить можно, как говорится, до самых косточек. И при необходимости рассмотреть мелкие детали. Можно масштабировать, вращать, менять яркость. Для лучшего обнаружения процессов. Но самое главное, доза облучения на таком рентгенаппарате в несколько раз ниже. Что важно для всех участников процесса, пациента и врача. Последним, кстати, в день приходится делать до 30 таких обследований. Это обследование с помощью данного оборудования проводится, конечно, только по показаниям. То есть это не какое-то стандартное скрининговое обследование, как флорография. Естественно, тут смотрится чисто патология костной системы других органов. То есть это по показаниям обследования. Цифровой рентгенаппарат дает возможность исследовать больше точек организма. Это диагностика заболеваний органов грудной клетки, суставов, костей, позвоночника. А также патологии в области неврологии, урологии и травматологии. Травматолог-ортопед направила для того, что наблюдаться надо постоянно, регулярно, чтобы не допустить ухудшения. У меня проблемы со спиной, поэтому обследование очень жду. Говорят, что этот аппарат очень точно будет все определять. Седьмая поликлиника обслуживает около 25 тысяч пациентов. И только за 22-й год здесь делали больше 5 тысяч рентген-исследований. Новое оборудование позволит в несколько раз эту цифру увеличить. Мария Мацев, Александр Антропов. День с толком. В Усть-Калманке с сегодняшнего дня должны закрыть многострадальный мусорный полигон. Жители и власти района добивались этого последние несколько месяцев. Теперь полигон исключат из региональной территориальной схемы обращения с отходами. И весь мусор повезут в Рубцовск. А мусор из Олейска, который ранее свозили в Усть-Калманку, повезут в Романово. Это новое требование прокуратуры. И вот путешествие мусора по краю. Как это оценивают эксперты, подробнее расскажем в ближайших выпусках новостей. К другим темам. Жительница Барнаула, которую едва не придавил рухнувший потолок, добилась восстановления перекрытия. Напомним, ЧП в квартире произошло в декабре прошлого года во время капитального ремонта здания. Женщина чудом не пострадала и считает, что трехэтажку нужно не ремонтировать, а сносить. Далее тему продолжит Валентина Аскерова. Таковы последствия частичного обрушения потолка. В момент ЧП хозяйка квартиры Светлана Козина была в квартире. Чудом не пострадала ни она, ни ее супруг, ни ее питомец. Обрушение потолка случилось в ходе проведения капитального ремонта трехэтажки. По словам Светланы, сначала в комнате провисла балка, а само ЧП случилось в тот момент, когда на крышу поднялись строители. Капитальный ремонт дома на Тимуровской области 46 проводится по заказу Барнаульского комитета ЖКХ. Сумма контракта около 10 миллионов рублей. Но жители уверены, деньги уйдут в пустоту. Дом нужно не ремонтировать, а сносить. Дом не пригоден к жизни. Это как факт. Тут все гнилое, все осыпается. На дом, посмотрите, все вылетело. Там не кирпичиков уже, все, даже кирпичи, они не просто вылетают, они сыпятся. Как так жить-то можно? Сыпется это, сыпется все. К слову, потолочные перекрытия в комнате Светланы привели в порядок, отремонтировали. В январе уже этого года. Однако она и другие жильцы будут бороться за то, чтобы дом признали аварийным. Что думает по этому поводу городская администрация, расскажем совсем скоро. Ждем официального ответа от мэрии. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Сотни алтайских ИПшников задолжали по взносам на будущую пенсию. Обязательные платежи на пенсионное и медицинское страхование представители мелкого и среднего бизнеса должны оплачивать ежегодно за прошедший год до 10 января наступившего. Однако в установленные сроки обязательства выполняют не все. Основная часть должников – предприниматели, которые обанкротились, либо были вынуждены свернуть свою деятельность. Сейчас в Крае официально числится чуть более 50 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. К ним относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, медиаторы, арбитражные, управляющие и оценщики. Они обязаны отчислять фиксированные платежи на будущую пенсию и медицинское страхование. Заплатить должны 34 с лишним тысячи на пенсионное страхование и более 8 тысяч на медстраховку. Это фиксированный платеж. Иными словами, даже если предприниматель весь год не вел бизнес и не получал доходов или обанкротился, он обязан перечислить взносы. Если этого не сделать, должника ждут санкции. Во-первых, выставляется требование налогоплательщику с суммой, которая подлежит оплате. Потом, с учетом того, что это все-таки индивидуальные предприниматели, выставляются инкассовые на расчетные счета. И в дальнейшем передается уже постановление на взыскание службе судебных приставов. А у них в данном случае намного шире, конечно, уже рычаги взыскания непосредственно за должности. И там, соответственно, негативные последствия увеличиваются, в том числе и оплатой из полсбора. Если задействованы именно выплаты пенсии, то судебный пристав имеет право в определенной мере и на нее тоже взыскивать. В налоговой службе отметили, те, кто не оплатил страховые взносы в прошлом году и планирует погасить их сейчас, должны сделать это через единый налоговый платеж. Это нововведение 2023 года. Оно предполагает внесение разных сумм на единый счет. Порядок и реквизиты размещены на сайте Федеральной налоговой службы. В Новоалтайске разрешился земельный спор, который длился 7 лет. Все это время жители частного дома боролись за свой участок, который захватили владельцы автосервиса. Наша съемочная группа летом уже приезжала на место, чтобы разобраться в ситуации. Чем закончилась история, расскажем далее. Улица Коммунистическая, вот только земля не общая. Еще недавно жители этого дома делили свою землю с автосервисом. Владельцы бизнеса при строительстве прихватили 4 лишних метра. Василина Сергеева с 2015 года пыталась отстоять свои права. По документам я собственник земли, но это понимаете по документам. А я воспользоваться не могу. Ну как, ну вот видите, вот этот КАМАЗ стоит, стоит на моей территории. Вот там КАМАЗ, вот это тоже стоит, мои плиты, это все на моей территории. Стороны заключили сделку купли-продажи. Бизнесмены выкупили спорные метры в рассрочку. Всю сумму должны были вернуть в течение 8 месяцев. Вот только порядка 100 тысяч так и не выплатили. А позже через суд решили и вовсе вернуть свои деньги, посчитав, что соседка потребовала с автосервиса слишком большую сумму. Суд оказался на стороне Василины. Постройку признали самовольной, 4 метра обязали вернуть. Владелец автосервиса так и не освободил чужую территорию. В итоге в конфликт пришлось вмешаться местным властям. Именно представители администрации снесли незаконную постройку. Произошло это несколько месяцев назад. Василина уверена, если бы не вмешательство нашей съемочной группы, дело так и не сдвинулось бы с места. Все это все знали. И ко мне люди, потому что обращались, видели же это все. Если бы этого не было, я думаю, не сдвинулось бы ничего. А тут у них безвыходная в любом случае ситуация была, потому что все это заснято. Остается надеяться, что лакомый кусочек земли на этом перекрестке больше не будет отравлять жизнь нашей героине. Ирина Корчагина, Алексей Фрисин. День с толком. Прогнозировать погоду теперь можно, не упуская из рук гаджет. Именно этим под руководством IT-специалистов и занимаются ученики одной из барнаульских школ на уроке цифры. На занятиях применяют новейшие информационные технологии, чтобы составить прогноз с точностью до часа. Продолжит тему Юлия Щепина. Так проходят практические занятия на уроке цифр. Ученики пробуют самостоятельно просчитать прогноз погоды, забивая различные параметры в приложении. Это не волшебная палочка. Нет такого человечка, который сидит в моем айпаде. Также они узнали, что такое искусственный интеллект и как он корректирует прогнозы, составленные на анализе больших объемов данных. Это задание игрушечное, сразу хочу сказать, но приближенное к действительности. Это задача прогноза метеоданных, прогноза погоды. Все мы знаем, все мы пользуемся такими сервисами, как ГИС Метео, Яндекс.Погода и так далее. Для того, чтобы понимать, что эти цифры получаются не просто так, а за этим стоит сложная математика и информационная технология, вот именно этим мы сегодня и занимались. Урок моделирования прогноза погоды разработала одна из ведущих IT-компаний. Приложение доступно не только для детей. Любой желающий может перейти по адресу урок цифры РФ и попробовать свои силы в прогнозировании. Лучше узнать, какая погода будет завтра. Так, дальше. Мне все понравилось. Было очень интересно узнать погоду, как делают прогнозы. Искусственный интеллект, что это такое, узнал. Очень информативно, узнал о прогнозе погоды, зачем используется искусственный интеллект. Мне понравилось данное занятие, было очень много интересных фактов, которые в будущем, возможно, мне пригодятся, если я захочу идти, чтобы погоду изучать. Мне вообще нравится эта тема про IT. Уже думал пойти в эту сферу. Сейчас такие уроки проходят во всех школах несколько раз в год на информатике. Кто-то проводит их самостоятельно, кто-то прибегает к помощи специалистов. Эксперты подчеркивают, что IT-компаниям стоит активнее взаимодействовать со школьниками. У нас миссия такая. Мы рассказываем детям про то, что информационные технологии – это важно, полезно, интересно. Приглашаем к себе детей, чтобы они у нас учились, пробовали себя в роли программистов, VR-щиков, робототехников. Потому что мы знаем, что требований, скажем так, вакансий айтишников очень много, и они с годами только будут увеличиваться. Следующая серия уроков пройдет в феврале. Она будет посвящена анализу в бизнесе и программной разработке. А вообще до конца года алтайские школьники смогут провести исследование мобильных угроз и изучить квантовые алгоритмы или, проще, программы для компьютеров будущего. Елена Кузовкина, Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Более 60 тысяч туристов посетили наши регионы в новогодние праздники. Об этом сообщили в Управлении развития туризма и курортной деятельности края. Больше всего отдыхающих было в Белокурихе. Многие посетили знаменитое Лебединое озеро в Советском районе, а также пользовались популярностью Егорьевские и Заринские районы. Ведомстве ответили, что в 2022 году по уровню турпотока мы приблизились к допандемийному периоду. Наш регион посетило более 2 миллионов человек, что на 8% больше, чем в 2021. Повышенный спрос в Управлении связывают с результатом активной информационной и инвестиционной работы в крае. Это различные инфотуры, когда мы привозим туроператоров из других регионов и представителей средств массовых информаций познакомиться с нашими туристическими возможностями. А то, что касается в части развития инфраструктуры, это, конечно, в первую очередь наши инвестиционные известные площадки Белокуриха Горная, Бирюзовая Катунь, Сибирская Монета, где в рамках государственно-частного партнерства возводится соответствующая необходимая для реализации бизнесом своих проектов, обеспечивающая инфраструктура. Около 70% туристов – жители соседних регионов Новосибирска, Кемеровска, Томска и Красноярского края. С 2021 года отмечается рост турпотока из европейской части страны Москвы, Питера, Екатеринбурга, а также с северных территорий России и дальнего зарубежья. Больше 50 купелей для крещения в крае допустили к эксплуатации, сообщили в региональном МЧС. Но список мест пока предварительный. До 19 января он может еще дополниться. Спасатели отмечают, что для омовения нужно выбирать специально подготовленные проруби с деревянными настилами, ограждениями и поручнями, хорошо освещенные. В Барнауле легально и безопасно окунуться в праздник Крещения Господней можно будет на набережной реки Опь и на озере Пионерское в Борзовой заимке. В Новолтайске на реке Малая Черемшанка в Белоярском микрорайоне. В Бийске на реке Бия в районе Центрального моста. В Заринске на реке Чумыш на улице Набережной. В Камненоби на реке Опь и в Зминогорске на Нагорном пруду. Еще 40 с лишним купелей будут оборудованы в районах края. В МЧС напоминают, на санкционированных прорубях для обеспечения безопасности будут дежурить спасатели, полицейские, росгвардейцы, а также специалисты госинспекции, медики и другие. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы. Смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Но я напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok